Здравствуйте! В прошлой теме мы создали два файловых логгера и разобрались с init и destroy методами бинов. Один из наших логгеров просто пишет файл, второй умеет кешировать. Давайте проверим, а нет ли у нас багов в приложении. CacheFileEventLogger наследуется от FileEventLogger. Последний содержит метод init. Его также необходимо указать и для CacheFileEventLogger. Иначе он не будет проинициализирован. Ведь для Spring это совершенно отдельный бин. Поэтому, если вы наследуетесь от какого-то класса, который также есть бином, не забывайте указать его init и destroy методы, если такие присутствуют у родителя. Но может ли Spring нам как-то помочь с возможной забывчивостью? Было бы неплохо сказать Spring, что раз наш бин наследуется от другого бина, то возьми все его определения, аргументы, конструкторы, property, init методы и примени к нашему бину. Для этого в Spring есть такая штука, как наследование определений. Что это значит? Вы можете определить один бин, родительский какой-то. В нашем случае это FileLogger. В нем задаете аргументы конструктора, init метод и что-то еще. Дальше вы описываете еще один бин, который будет дочерним. Ну, как наш CacheFileEventLogger. В его описании, в атрибуте parent, вы указываете имя родительского бина. Теперь, все, что отсутствует в вашем определении бина, Spring подтянет от родителя. В данном примере, один аргумент конструктора вы указываете, а второй подтянется от FileLogger. Также init метод будет автоматически применен. Что интересно, класс parent бина может быть вообще абстрактным, а может быть и обычным. Но если вы добавите ему атрибут abstract равно true, тогда Spring не будет создавать этот бин. Но вы сможете его использовать как родительский бин для наследования определений. Кстати, абстрактные бины в Spring могут вообще не мапиться на конкретный класс. То есть, атрибут класс можно даже не указывать. Важно помнить, что Spring – это все-таки наследование определений, а не конкретно классов. То есть, тот факт, что один класс наследуется от другого класса, не значит, что их определения должны наследоваться. И наоборот тоже. Когда вы указываете parent бин, то не обязательно он будет супер-классом вашего бина. У двух разных бинов могут быть одинаковые аргументы конструктора, например. Классы друг с другом вообще никак не связаны, но Spring может определение одного применить для другого, если вы укажете parent. Очень полезная вещь, особенно когда вам надо задать много бинов, определения которых отличаются незначительно. Что еще полезного может нам предложить Spring для определения бинов в контексте? Есть такая интересная вещь, как зависимость бинов. Если у вас есть два бина, классы которых не связаны между собой ни через аргументы конструктора, ни через property, но при этом вы хотите, чтобы инициализация одного класса произошла только после завершения инициализации другого, тогда вам поможет атрибут DependsOn. Например, в приложении может быть бин мониторинга, и может потребоваться, чтобы он создавался и стартовал только после создания других бинов. Кстати, значение атрибута DependsOn можно указать несколько имен через запятую. Также в Spring есть возможность выполнить позднюю инициализацию бина. По умолчанию бины создаются сразу, когда Spring считает определение контекста, а также когда он понимает, что ему надо один бин проинжектить в другой. Но если вы укажете атрибут lazy init, тогда бин не будет создаваться, а его метод init не будет вызван до того момента, пока вы не сделаете getBin, попросив его у контекста. Конечно, если вы укажете референс на этот бин из другого, то lazy init не поможет, и бин будет создан. Дополнительно вы можете указать атрибут default lazy init в теге bins, и тогда все бины вашего контекста попадут под позднюю инициализацию. То есть ни один не будет создан, пока вы непосредственно запросите один из них. Это может быть удобным, когда у вас несколько Spring XML файлов. В одном определяете все бины с lazy loading, а в другом обычные бины. Как же определить и использовать несколько XML файлов? Очень просто. Создаете отдельные файлы с разной конфигурацией. В один помещаете бины, ответственные за какую-то одну функциональность, например, работу с базой данных. В другой бины имеющие отношение к чему-то другому, например, веб, безопасность и тому подобное. Таких файлов может быть сколько угодно. В основном файле вы просто пишете import resource и таким образом добавляете к основной конфигурации бины из другой конфигурации. Давайте так и сделаем в нашем приложении. Создайте отдельный файл, например, logger.xml, и туда вынесите описание всех наших логеров – консольного, файлового и кэш-логера. А в основном файле spring.xml останутся только определения для бинов client и app. В этом файле добавьте тег import и в атрибуте resource укажите logger.xml. Тег import можно писать в любом месте, так как Spring объединит все файлы в один контекст и все бины окажутся в одном контейнере. В Spring также есть понятие родительского и дочернего контекстов. Когда вы создаете контекст, вы можете в конструкторе указать ссылку на уже созданный родительский контекст. В таком случае вам станут доступны все бины из parent-контекста. При этом родитель ничего не будет знать о бинах дочерних контекстов. Это часто используется в веб-приложениях, когда вы основные бины указываете в родительском контексте. Они ответственны за базовую логику. А дальше у вас может быть несколько дочерних веб-контекстов, каждый из которых реализует отдельный функционал и при этом использует бины от родителя. Итак, мы узнали, как определять зависимые вины и как распределять их между разными файлами описания контекста. Посмотрим, куда еще заведет нас изучение Spring. Включайте следующую тему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok